Стадионом на центральной площади выходит подмосковный «Новатор» и команда «Локомотив Москва» действующий чемпион России, который пока что очень-очень низко находится в турнире «Таблица» лишь на шестом. Забаров главная команда «Новатор», естественно, про него мы тоже не забываем. Бригада про это позже, потому что «Лукао» уже на 31 секунде забивает первый гол в этом матче. «Лукао» 1-0. «Лока» выходит вперед. Смотрим повтор, «Лукао» бросает мяч в центр, не успевает здесь, соответственно, «Лукас» и дальше серия «Отскок подписка» удачных и Перецкий здесь не сумел. Очень труднокровно сыграл, по-моему, специально, он именно сделал. И какой гол Никанорова! Наконец-то! Наконец-то и Никаноров себя проявляет. Давненько, давненько не видели мы и вот этого празднования, но и давненько голуб Никанорова через себя мы так же не смотрели. Пропущено. Да, можно сказать, что Сити забил. И все, а сейчас Никаноров вторая бисиклетна в этом матче. Борис Никаноров 3-0. Не могут, не могут пока что Никанорова заблокировать никак игроки «Новатора». 3-0 в пользу «Локомотива». Боковой кому кидать. Вот, кому и снова Дронов. Ну и напомню, что «Новатор» вчера пропускал. Остап Федоров. Идеальный удар в уголочек. И снова капитулировал здесь Руслан Березкин снова в воротах. Но здесь опять же к нему каких-то вопросов, наверное, быть не должно. «Никакой не было реакции на этот удар. Это невозможно». Ух ты! Это Рустам Шахмельян. Это капитан «Новатора». Вот так вот. Не сумел «Новатор» забить в потрясающей позиции. Вот теперь с центра площадки бьет Рустам Шахмельян. Но кто, как не капитан, должен сейчас «Новатор» попробовать повести за собой. «Новатер». Сильную на свою партнеру доходит мяч. Тетерин! Тетерин! 2-4. И вот «Новатор» начинает заводиться. «Новатер» 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 Либо действительно такой потрясающий удар, потому что Белецкого сейчас меняют. Какие-то Сафроны появляют. Сафроны появляют. С Дельтой она немного не закончилась. Сегодня пока что нельзя сказать ничего конкретного, потому что Новатор отыгрывается практически со счета 0-4. Сафроны появляют. И его шанс у Никанорова. Ой-ой-ой. И казалось бы, что уже не забивает Никаноров, что Доршков тачит. Но нет, все-таки хэтрик Никанорова мы с вами увидели. Борис Никаноров. Здесь отметим иглевую передачу Антона Шкарина, который доработал и нашел свободного Никанорова. 7 баллов и на данную секунду Лукмотив выходит на четвертое место Версборчика. Хорошая игра. 10 голов. Подметим хэтрик Бориса Никанорова. Поразу забивали на 100-х Петров, Никита Сафронов и Лукао. Поразу забивали на 100-х Петров.